Мигель де Сервантас родился 29 сентября 1547 года в испанском городе Аль-Калада-Энарес. Полмесяца спустя, 9 октября, в регистре крещений Приходской церкви Санта-Мария-Ла-Майор появилась запись. Мигель, сын Родриго де Сервантаса и его жены Леонор, был крещен, его крестными отцами были Хуан Парда, обряд проводил преподобный Бартоламио Сирана. Ошибочно считать, что известное имя Мигель де Сервантас Саведро мальчик получил при рождении. На самом деле Саведро появилась уже в осознанном возрасте, предположительно, как отсылка к названию чилийской коммуны, откуда происходил род Сервантас. Отец Родриго, уроженец Галиции, работал бродобреем, отворяющим кровь. По долгу службы он вправлял кости, делал кровопускания и занимался меньшими медицинскими потребностями. Мать Мигеля, Леонорда Кортинос, дочь разорившегося дворянина, которую продали в брак в 1543 году. Помимо будущего автора Дон Кихота, в семье Сервантас воспитывались шесть детей Андрос, 1543 год Р, Андреа, 1544 год Р, Луиза, 1546 год Р, Родриго, 1550 год Р, Магдалена, 1554 год Р и Хуан. О последнем известно только благодаря завещанию отца. Предполагается, что в детстве Мигеля часто перевозили по стране, а затем отдали в имперскую школу в Мадриде иезуитское учебное заведение для мальчиков. В доказательство этому факту приводят хвалебные отзывы об ордене Римско-католической церкви в новелла о беседе между собаками из назидательных новелл. Иная точка зрения, Мигель обучался в университете Соломанки. И та, и другая версии ставятся под сомнение. В 22 года до Сервантас невольно оказался участником уличной драки, и от его руки пострадал некий Антонио де Сигуро. Говорят, что страх перед арестом побудил Мигеле покинуть родную Испанию. Новым домом стала Италия, страна, дружелюбно относящаяся к талантливым, амбициозным молодым людям. В Риме де Сервантас открыл для себя изобразительное искусство, архитектуру, поэзию эпохи Возрождения. В его литературных произведениях знатоки позже увидели отсылки к итальянскому фольклору, пародию на многих национальных писателей. В 1570 году де Сервантаса зачислили в полк морской пехоты Испании Инфантерия де Марина, который дислоцировался в Неаполе, тогда город был испанской территорией. Минул год, прежде чем юношу призвали на бой. В сентябре 1571 Мигель отплыл в Патраский залив, где 7 октября состоялась битва Прелепанта между Священной Лигой и Османской империей. Когда назрела битва, Мигель де Сервантас лежал в лихорадке. Несмотря на состояние здоровья, молодой человек потребовал позволить ему сражаться, сказав, что скорее умрет за своего бога и царя, чем будет укрыт соратниками в каюте. Будущий писатель получил три огнестрельных ранения, два в грудь и одно в левую руку. Последняя пуля фактически сделала де Сервантаса одноруким. В своем первом труде Галатея, имея в виду скорый успех Дон Кихота, он писал, полгода потребовалось де Сервантису на выздоровление, в 1572 году он снова вернулся в строй. На протяжении следующих трех лет мужчина пребывал в основном в Неаполе, изредка совершая экспедиции на острова Корфу и Наварина. Мигель был свидетелем сражения за Лагурет, бывшую столицу Туниса, и падения этого государства. Осенью 1575 года де Сервантас отплыл из Неаполя в Барселону с рекомендательными письмами для короля Испании. В них командир полка восхвалял заслуги солдата и предлагал повысить того по службе. Судьба распорядилась иначе, утром 26 сентября корсары взяли судно де Сервантаса на абордаж. Будущего писателя и по некоторым свидетельствам, его брата Родриго доставили в Алжир, тогда центр Османской империи, и взяли в плен. Мужчина пробыл в рабстве до 1580 года, четыре раза безуспешно пытался бежать. В конечном итоге родители купили у османцев свободу сыновей за крупные деньги, рекомендательные письма к королю повысили спрос на голову де Сервантаса. Этот фрагмент биографии неоднократно упоминается в творчестве де Сервантаса. Считается, что в рассказе пленника из Дон Кихота, пьесах «Жизнь в Алжире и подземелье Алжира» есть натуралистичные сцены, которые не смог бы описать человек, не бывший в рабстве. Освободившись от плена, де Сервантас жил с родителями в Мадриде. К тому времени он уже начал писать, но, как и многие авторы того времени, не мог прокормиться на гонорары. Творчество приходилось совмещать с обычным трудом. В Андалусии Мигель работал агентом по закупкам для испанского флота, искал выгодные цены на зерно, масло, прочие продукты, а затем доставлял покупки на корабли. Однажды он оставил деньги, предназначенные для комплектования очередного судна, у банкира. Тот, будучи нечистым на руку, все потратил. За это писатель провел в тюрьме несколько месяцев. Предположительно, в заключении и зародилась идея Дон Кихота. Позже де Сервантас работал сборщиком налогов и бухгалтером. В последние годы жизни, с 1610 по 1616, мужчина жил на королевскую пенсию, что позволяло посвящать литературе круглые сутки. Де Сервантас вступил на литературный путь, когда ему было 38 лет. Дебютная галатея 1585, написана в классическом для его времени жанре, пасторальный роман. Работа осталась без внимания высшего общества, да и сам писатель не был в восторге от пустой идеи первой пробы пера. В тюремном заключении к де Сервантасу, который от природы обладал живым юмором, пришла идея сочинить пародию на рыцарские романы, популярные в 16 веке. Арестант создал образ престарелого сумасброда, который, начитавшись историей о героях в доспехах, решил отправиться странствовать по миру в поисках приключений. Благородного Дон Кихота из селения Ла-Манчи сопровождает его антипод Санчо Панса, простой крестьянин, который привык прагматично смотреть на вещи. Для него важно получить обещанных ослят и остров, отгородить хозяина от опасности и своевременно объяснить, что ветряные мельницы – это не драконы. Прообразом сошедшего с ума романтика служит Лопе де Вега, драматург, чьи произведения превосходили по популярности книги де Сервантаса. В свое время поэт, устав от написания автобиографических любовных романов, отправился в кругосветное путешествие на корабле, бросив жену и детей. Можно сказать, что Мигель не только создал величайшее произведение Золотого века, но и вдоволь насмеялся над врагом. Роман о рыцаре печального образа вышел в двух томах – «Хитроумный идальга Дон Кихот Ломанчский» в 1605 году, вторая часть «Гениального рыцаря Дон Кихота» из «Ломанчи» в 1615. Продолжение было, скорее необходимостью, в 1614 году некий Эвельенед, чья личность до сих пор не раскрыта, опубликовал якобы вторую часть романа «Дон Кихот» Эвельенеды. Произведение было направлено против де Сервантаса. «Дон Кихот» – это великий вклад в мировую культуру. Федор Достоевский назвал роман де Сервантаса самой возвышенной работой человеческого мышления. Именно в «Дон Кихоте» родилась цитата «Чтобы судить о пудинге, надо его отведать», означающее, что все проверяется на практике. Де Сервантас считал, что его романы должны быть для испанцев тем, чем для итальянцев были новеллы Джованни Бокаччи. Ради этого писатель создал назидательные новеллы, 1613, сборник, состоящий из 12 историй. В повествовании писатель выступает как гуманист, наделяет героев правом на свободу и счастье. Персонажи приходят к желаемому через мучения, но от того радость победы только слаще. На заре жизни де Сервантас сочинил роман «Странствия Перселеса и Сихизмунды», который вышел в свет уже после кончины писателя, в 1617 году. Вероятно, в этом произведении испанец старался подражать древнегреческому Белиадору. О личной жизни Мигеля де Сервантаса известно немного. По свидетельствам современных врачей, причиной смерти стал диабет Ай-Ай-Типа, вызванный циррозом печени. Эти недуги объясняют сильную жажду, на которую писатель жаловался в последние годы жизни. Согласно завещанию, 23 апреля де Сервантаса похоронили в монастыре босоногих тринитариев в центре Мадрида. В 1673 году во время реконструкции святого места останки писателя, а также других людей перенесли на хранение в безопасное место, а затем не смогли найти, гробницы не имело опознавательных знаков. В 2014 году археологи обнаружили склеп, в котором покоились 10 человек. На внутренней стороне крышки одного из гробов были выбиты инициалы МС. На основе портретов писателя, трех пулевых ранений, полученных в битве при Лепанто, и факта того, что к моменту смерти у автора Дон Кихота осталось всего шесть зубов, Ученые сделали вывод, что перед ними действительно останки де Сервантаса. 11 июня 2015 года они были захоронены в монастыре под надгробным камнем Мигель де Сервантас Саведро.